СССР поддерживает в ООН создание Израиля и признает его первым в мире. Это в пику Британии, которая в Палестине поддерживает арабов. Есть версия, будто Сталин ненадолго поверил. Еврейское государство окажется просоветским, даже почти социалистическим. С кибуцами-колхозами. Израильский посол, уроженка Киева Голда Мобович Мейерсон, в историю она войдет как Голда Мейер, вручает в Кремле верительные грамоты. На официальном приеме супруга министра иностранных дел Молотова, Полина Жемчужина, обращается к госпоже послу. Я еврейская дочь. Московская хоральная синагога в Спасоглинищевском переулке, построенная при Александре Третьем. С тех пор ничто из происходящего за этими стенами не выплескивалось наружу до 13 октября 1948 года, праздника Йом-Кипур, судного дня. Когда после молитвы Равина на следующий год в Иерусалиме толпа ринулась провожать Голду Мейер и ее коллег до гостиницы «Метрополь», где разместилась израильская дипломатическая миссия. Отсюда налево до моросейки, там еще налево вниз иудейская демонстрация перед зданиями ЦК партии, комсомола и госбезопасности. По легенде, после провозглашения Израиля не то Полина Семеновна «Жемчужина-Молотова», сказала Екатерине Давидовне Ворошиловой, не то наоборот. Теперь у нас есть фрородина. Похоже на правду. С Молоду они обе были ярыми интернационалистками. Но всемирного царства трудящихся не вышло. Напротив, теперь бум национальных государств. И послевоенный Советский Союз никакой не интернационалист, а как бы Российская империя со звездами, с почти дореволюционной мнительностью к одним инородцам. К концу 1948 года арестовано руководство еврейского антифашистского комитета. На допросах следователи уже называют Михоэлса изоблеченным агентом США и мирового сионизма. Посадят и жену Молотова, видную большевичку, бывшего наркома рыбной промышленности, товарища «Жемчужину», урожденную Перл-Карповскую. Прочих еврейских активистов расстреляют, а жену Молотова пощадят, сослав в Казахстан. Антиеврейская кампания разрастется до нового государственного патриотизма. Борьбы с безродными космополитами. Послевоенное советское антизападничество обращено и в историю. Мол, Россия век свой обходилась без остального мира. Все у нас свое. Воздушный шар. Паровоз. Самолет. Радио. Изобрели русские и только они. И даже это не анекдот. Россия – родина слонов. Ведь если мамонтов откопали в нашей вечной мерзлоте, то откуда произошли хоботные? Самый центр Санкт-Петербурга – Невский проспект напротив гостиного двора. Здесь неизвестное кафе, его фирменный торт и пирожные 30 лет при советской власти продолжали носить дореволюционное название – Норд. Но в 1948 году в городе-герое Ленинграде какой может быть Норд? Север. Исконная русскость задним числом. Отныне сыр камамбер называется закусочным. Французская булка – городская. Но если так, нестерпимо безродно-космополитское название Норд. Как относиться к человеку с фамилией, допустим, Нордман? Ведь он же прямо ею заявляет – я безродный космополит. И смена фамилий на северный ему не поможет. Патриотическая компания раскрывает псевдонимы. По логике сталинского послевоенного изоляционизма – СССР снова крепость в кольце врагов. А евреи в ней – пятая колонна. Среди советских народов только они имеют на Западе влиятельных соплеменников. Даже роднюх. А теперь и свое государство, быстро ставшее буржуазным. Советская пропаганда будет называть Израиль марионеткой США. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok